Онихектомия. Онихектомия – это удаление когтей у животных, обычно у домашних кошек. Представляет собой хирургическую операцию, в результате которой ампутируется концевая целая фаланга пальцев вместе с когтями. Медицинский аспект. Онихектомия влечет за собой много рисков и последствий. Риск использования анестезии, риск внесения инфекции, риск чрезмерной кровопотери в результате неаккуратно проведенного хирургического вмешательства. Могут нарушиться движения и координация движений кошки из-за необходимости делать упор на подушечку лапы, а не на пальцы. В случае же, если удалена недостаточная часть пальца, остаток когтя может начать расти внутрь стопы, и повторное хирургическое вмешательство будет неизбежно. Также иногда кость пальцев бывает излишне ломкая и может начаться обширное воспаление конечности. Иногда неправильная ампутация приводит к деформации нерва. И как следствие к длительным болям может возникнуть абсцесс или удаленная фаланга начинает расти заново. Необходима новая операция, предполагающая ампутацию третьей фаланги и антибактериальную терапию. Изменение постановки стопы при ходьбе часто провоцирует развитие артрита. Упор приходится делать не на пальцы, а на подушечке лап. Удаление когтей вызывает ослабление мышц лап, ног, спины. Чувство равновесия также снижается. В сочетании с потерей обычной ловкости, обеспечиваемой возможностью мгновенного сцепления когтями с поверхностью, это приводит к тому, что животное без когтей может легко получить травму. Этика – правовой аспект. Некоторые хозяева кошек подвергают этой операции своих питомцев, опасаясь возможного заражения через царапины и порчи мебели. Однако многие ветеринары и владельцы кошек считают такую операцию жестокой. Такие операции делаются под наркозом и часто приводят к осложнениям, в том числе к инфекциям, а также сильным болям в лапах. Анихектомия наносит непоправимый вред здоровью животного и ни в коем случае не является аналогом простого подстригания на когтей. Такие операции достаточно редко проводятся за пределами США, где, по данным опросов, около треть кошек искусственно лишены фаланг. В Германии, Швейцарии и Великобритании 2006-й ампутация когтей у кошек запрещена законом, а во многих других европейских странах она также запрещена в рамках Европейской Конвенции по защите домашних животных. Исключение делается только в том случае, если ветеринар считает эту операцию благом для животного. Даже во многих странах, где эта операция разрешена, в том числе в России, многие ветеринары отказываются от ее проведения, ссылаясь на то, что ампутация когтей делает кошек беззащитными. Тем более, что обычно кошки учатся при игре с человеком прятать когти и атаковать подушечками лап. Некоторые эксперты также полагают, что ампутация когтей приводит к атрофии мышц и заставляет кошку чаще кусаться. Только молодые кошки могут легко пережить эту операцию. Удалять когти у взрослых особей опасно. Против ампутации когтей выступают многие организации по защите животных. Согласно правилам всех международных филинологических организаций, породистые кошки с удаленными когтями не допускаются к участию в выставках кошек. Поведение. Царапанье поверхностей для кошки – это не только уход за когтями, но также способ проявления очень сильного инстинкта, обозначение своей территории. При этом кошка не только оставляет видимые метки, следы от когтей, но и наносит на поверхность секрет желез на подушечках лап, запах которого чувствуют все кошки. Царапанье помогает животному сохранять психологическое равновесие, чувствовать себя комфортно на своей территории и тренировать соответствующие мышцы. Владельцы и венциринары отмечают изменения в характере у кошек с удаленными когтями. Прежде подвижные, дружелюбные животные становятся нелюдимыми и замкнутыми. В первую очередь это связано с потерей кошкой чувства уверенности в себе и возможности обороняться. Часто, лишаясь своего привычного средства защиты, кошки становятся нервными, пуганными, агрессивными, постоянно применяя последнее оставшееся оружие – зубы. Постоянный стресс, вызванный чувством беззащитности, может приводить к ослаблению здоровья животного. Некоторые кошки перестают пользоваться своим туалетным ящиком. Он может ассоциироваться с дискомфортом, испытываемым при попытке закопать наполнитель. Альтернативой онихектомии. Альтернативой удалению когтей является приучение кошки точить когти на специально отведенном для этого месте – когтеточке, подрезание омертвевших острых кончиков когтей маникюрными кусачками или специальной когтерезкой, а также мягкие коготки, силиконовые наклейки на когти, которые крепятся на клей, как накладные ногти у людей. Все эти методы нетравматичны, не мешают кошке и не калечат ее. Безболезненны и безопасны. В случае использования накладок на когти через некоторое время ношения они отклеиваются, как правило, 2-4 недели, по мере отрастания и отслаивания когтя. И процедуру надо повторять. В этих накладках когти на кончике получаются затупленные и мягкие. Лапой не получится поцарапать человека или повредить мебель. Приобрести их можно в зоомагазинах и ветеринарных аптеках. Ну вот и все, ребятки. Мы прочитали все про анихоктомию, жестокую операцию для животных, кошек и все такое. Вот. Пока-пока. Будьте счастливы, здоровы. Всего хорошего. Пока-пока.